Сегодня у нас с вами очень актуальная, мне кажется, для всех тема, очень интересная. И я вас попрошу серьёзно к ней отнестись и постараться тоже задуматься об этом и попробовать глубоко разобраться в этой теме, исследовать эту тему, тему привязанностей. Как учил Будда, как уже в других видео я рассказывала, вот определённая такая цепочка существует, как из одного вытекает другое, то мы понимаем, что привязанности, мы помним, что у привязанностей обязательно есть причина, то есть есть основание. Вот как говорил Будда, не может быть такого, чтобы у привязанности не было основания. И основание привязанности или зависимости — это чувство. Основание чувства, то, что предшествует чувствам. это контакт. И вот когда происходит контакт на уровне какого-то органа чувств, то есть это может быть ухо, глаз, нос, язык, тело, ум, мы входим в контакт с каким-то явлением в этом материальном мире, на этих уровнях, и происходит восприятие, происходит чувство определённое, рождается, естественно, чувство, эмоция какая-то. И уже вот это чувство, оно дальше приводит к привязанности. Ну, простой совершенно пример, нам подарили конфету, вкусную конфету, хорошую, с хорошим составом, полезную, нам она понравилась, мы её съели, мы подумали, что вот, отлично, будет теперь всегда есть конфеты, когда мне захочется сладенького, вот именно вот эту конфету. И если этой конфеты по каким-то причинам нет, там, закончилась в магазине, или там невозможно заказать, то или производитель добавил что-то такое в состав, что вкус уже у конфеты изменился, и он уже вам не понравился, то вот здесь мы наблюдаем страдания определённые, которые порождены из привязанности. Мы привязались ко вкусу, к ощущениям, я не знаю, к послевкусию или к упаковке, неважно, вот к этой, собственно, конфете. И вот эта привязанность послужила причиной страданий. Произошёл контакт через язык, да, через вкус, орган вкуса. И как вот Будда объясняет эту тему, вот эту проблематику, как решить вообще, как правильно поступать, когда у нас с этим миром происходят контакты. Ведь они у нас, естественно, происходят постоянно. Ну, как минимум, мы дышим. Да, это тоже контакт, это тоже определённое телесное действие, телесный контакт с окружающим миром. И это тоже неосознанное действие, если это неосознанно совершается. Оно порождает определённые чувства — приятные, неприятные или нейтральные. То есть три вида чувств основных. Их, конечно, там может быть 108 видов чувств, там ещё больше видов чувств. Если будете читать сутеры Мархиманика, я там прям очень подробно Будда рассказывает о всех видах чувств. Очень интересно, рекомендую. Ощущая то или иное чувство, у нас рождается привязанность. Например, если чувство приятное, нам понятна эта тема, что привязанность к приятному чувству рождается. Если чувство, наоборот, неприятное, у нас рождается привязанность не иметь в своём поле вот этого отвратительного, неприятного явления. То есть это тоже определённый вид привязанности. И нейтральное. Нам может понравиться нейтральность, потому что нейтральность исключает страдания. То есть это тоже относится к приятному фактору. Нейтральное и приятное — это, в принципе, они вместе идут. И тоже здесь возникает привязанность. Но давайте посмотрим ещё глубже. А привязанность кого возникает? То есть кто тот, кто привязывается? Кто тот, кто говорит «Вот это мне приятно, а вот это мне неприятно? Вот это хорошо, а вот это плохо? Вот это полезно, а вот это вредно?» Кто это тот, который постоянно у нас в голове что-то решает за нас? Даже учёные, они понимают, некоторые учёные, что у нас в сознании есть кто-то, некто, я, кто называет себя я, непонятно кто, не рассказывает кто он, откуда он, зачем он, почему он, и почему он взял под контроль нашу жизнь. И так вот ей по-хозяйски, собственно, распоряжается. И мы далеко не всегда от таких вот распоряжений счастливы и удовлетворены и спокойны. Чаще всего, наоборот, мы в напряжении находимся. Например, даже если что-то хорошее происходит, у нас напряжение от того, что мы это можем потерять. Мы всячески стараемся это удержать в своих руках. И вот как такового счастья не наступает. Вот кажется, что ну вот-вот, вот ещё чуть-чуть, вот это у меня будет, и я буду счастлива или счастлив. И вот это чуть-чуть, чуть-чуть мы дотягиваемся, заходим на эту ступеньку, а там всё равно какие-то проблемы, какие-то недоработки. И вот этого счастья, к которому, в принципе, все существа по своей природе стремятся, ничего в этом зазорного нет. Это естественный процесс у всех живых существ. Стремиться к счастью, стремиться к покою. Вот он не происходит. И если смотреть с точки зрения учения Будды, что, несомненно, вызывает очень большой интерес, и думаю, у вас тоже, раз вы смотрите это видео, то можно увидеть, снова посмотрев на вот эту вот цепочку взаимозависимых вещей, и как трактуют понятие «я» и Личности. Что такое «я», что такое вот это вот самомнение «я». Тут, конечно, можно на слово поверить, но всё-таки, следуя рекомендации Будды, не верить на слово даже Будде, а всё-таки попытаться проверять, не то что попытаться, а проверять на своём собственном личном опыте. То есть через практику мы проверяем, так это или нет. И вот это уже такая, знаете, взрослая позиция, когда мы ответственность за определённые истины, которые мы называем истинами, мы берём на себя, а не отдаём в руки какому-то гору, учителю, религии какой-нибудь, там, я не знаю, культуре, какой-нибудь книге, сутре, тому же самому благородному восьмеричному пути и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы сами в поиске этой истины, и мы через практику в разных моментах четырёх благородных истин, благородного пути, мы утверждаемся и приходим к выводу, что да, это так, действительно, это вот так. И для себя мы понимаем, что да, это работает, это действительно правда. Вот, буду рекомендовал, по крайней мере, таким образом поступать через практику, через нравственный, мудрый образ жизни, сосредоточение проявляя, да, позанимаясь медитацией. И мы таким образом будем из своего внутреннего мира, в принципе, распаковывать эти истины, которые универсальны. И есть такая тема, как «Пять скандх». Вот на курсе по медитации, которую организует клуб «Омру», я рассказываю довольно подробно о скандхах, и там тоже сделала презентацию о скандхах вот в формате PDF, где наглядно уже тоже они представлены, разъяснены. Но здесь немножко тоже поясню, расскажу. Скандхи считается, что именно из них состоит наше «Я». Что такое скандхи? Это форма, это восприятие, это чувство, это формация ума и виды сознаний. Я извиняюсь, у нас по расписанию очередная стройка. Итак, возвращаемся к теме «Самомнение я», «Личность, кто я» и скандхи. Вот эти пять скандх, которые я перечислила. Давайте ещё разочек форма, восприятие чувства, формация ума, сознание. Не сознание «е», а сознание «я». Это вот как раз наши эти шесть сфер, органов чувств, через которые мы воспринимаем мир и контактируем с этим миром. И вот эта вся совокупность и является собой некое «Я». Чему учил Будда? Он учил тому, чтобы это распознать, это увидеть, пережить это в практике, максимально это осознать, что «Я» — это не тело, это не форма, что «Я» — это не ощущение в теле. различные физические чувства, которые мы испытываем, тело испытывает, вернее. Что «Я» — это не восприятие. Мы контактируем с чем-то, что-то едим, кого-то трогаем, ветер дотрагивается до кожи, развивает нам волосы, в общем, всё что угодно, любые восприятия, контакты. Это не «Я», это всё не моё. И вот эта фраза, давайте тогда уже закончу, формации ума — это не «Я». Любые формации ума. Здесь у нас все эмоции, всевозможные, приятные, неприятные, нейтральные. Это не «Я», это не моё. Всевозможные образы прошлого, будущего, всевозможные чувства, опять же, эмоционально-умственные чувства, уже не физические, а уже умственные чувства. И пятая скандха — сознание. То есть вот у нас есть шесть органов чувств — ухо, глаз, нос, язык, тело и ум. Шестой орган чувств, который объемляет все пять эти органов чувств. Это как равно типы сознания. Например, сознание уха, сознание носа, сознание глаза, сознание языка, сознание тела, сознание ума. И вот это вот всё, представьте, это не «Я», это всё не моё. И вот эта фраза «Это не «Я», это не моё, это не моё я, я не таков», либо по-другому ещё «Это не «Я», это всё не моё», это как противоядие, такая мантра, противоядие от неведения, от ложного представления вот этой «Я» Личности и вообще реальности вокруг. И если часто её повторять и осознавать всевозможные действия, всевозможные контакты с материальным миром, потянулись за кусочком хлеба, за яблочком, «Это не «Я», это всё не моё, это не «Я», это всё не моё». Мы тихонечко себе это напоминаем, и в этом заключается опамятование, в этом заключается бдительность, и это часть, это важная часть практики. То есть сейчас уже речь идёт не о практике с крещёнными ногами, прямой спиной, с закрытыми глазами, на коврике медитация. Чтобы медитация случилась, нужно жить соответствующе и нужно всегда контролировать всё, что происходит. Я сейчас не говорю о том, что нужно напрячься изо всех сил и вот этим напряжением контролировать. Это не про этот контроль, это не про это. Осознавать, это больше, наверное, про осознанность. Но опять же, это слово уже настолько избитое и настолько по-разному интерпретировано, что даже не хочется его проговаривать. Но тем не менее, мы проявляем бдительность, мы осознаны в каждом действии. Вот просто представьте, какое количество действий мы совершаем на уровне тела, на уровне речи и на уровне ума. умопомрачительное количество может представиться. И вот нам важно тренироваться, выполнять эту тренировку, осознавать каждое действие. Пошли мыть посуду, я мою посуду. То есть мы прямо про себя так и говорим, я мою посуду. Это не я, это всё не моё. Пришёл любимый, обнял. Если у кого-то там пара, семейная пара, есть вот эта вот пока в жизни ситуация, семейная прекрасная, вы так про себя говорите, это не я, это всё не моё. Поверьте, это не испортит ваши отношения или это не испортит какие-либо отношения. Или вы там потеряете интерес к вашему любимому блюду или всё что угодно. Здесь вот можно привести в пример. Это привнесёт ясности вообще в ситуацию жизненную вашу. Будет больше ясности, будет больше понимания, что к чему. Но это не сразу происходит. Это опять же, я вас призываю к эксперименту, то есть проверьте это. Конечно, на это требуется время. Но если вы хотите, конечно, вот этой кристальной ясности в сознании и понимание вообще, что к чему и что здесь за процессы вокруг происходят, почему они происходят и для чего они нам нужны, какие процессы внутренние происходят и почему эти внутренние процессы сильно взаимосвязаны с внешними процессами, как зеркала, такие. В общем, если вам интересно это, если вам это важно, то тогда попробуйте этот эксперимент провести. Не только ввести в вашу жизнь личную практику, вот тот эксперимент, о котором я говорила в прошлых видео, но ещё и в принципе с жизнью, давайте поиграем, поэкспериментируем, наблюдая и осознавая каждое, каждое действие и проявление, хотя бы максимальное количество. тема привязанностей, она не вырванная из вот этой всей парадигмы жизни нашей. Нельзя её вот так взять, отделить от контактов, от восприятий, от чувств, от страданий, от разочарований, там, я не знаю, от каких-то переживаний счастливых, приятных моментов, которые нам кажется будут длиться всю нашу жизнь. Это всё вместе, это всё в совокупности нужно рассматривать. И когда мы будем понимать основание, причину, первопричину вообще вот этого всего, то с привязанностями можно будет попрощаться. И вот на эту тему я сейчас процитирую тоже небольшую, коротенькую сутру, где Будда в виде такой стихотворной формы Гадхи, он поясняет какие-то моменты. Но такой ещё момент, что ну, в общем, давайте тогда прочитаю, а потом уже дорасскажу. Называется Саккара-сутра «Уважаемый» УД 2.4. Почему я вот эти цифры тоже говорю, проговариваю, потому что вам так легче будет самим искать. И, допустим, если у вас какая-то такая коротенькая сутра вызвала отклик, то я рекомендую вам взять всё собрание из, вот, допустим, оно расшифровывается, УДАНА, это собрание УДАНА, которое переводится «вдохновенные высказывания», вот, где они такие коротенькие высказывания, стихотворные, которые проговаривал Будда, смотря на какую-то ситуацию. Вот он увидел ситуацию и выдал четверостишья. Вот. Дело происходило, ну, то есть находите УД, вот этот УДАНА раздел, и там какое-то количество сутр коротеньких, ну, и какое-то вот количество читаете, чтобы впечатление было максимально общее от того учения, которое давал Будда. Итак, действия разворачиваются в Шаравасте или Савадхе, в Роще Джетта, в Монастыре Анатхапиндики. Есть паломничество к этим местам, это просто невообразимая удача и благая карма присоединиться к такому паломничеству. Его организует Андрей Вербом с клубом Оумру. Как раз вот это место они посещают, они посещают многие места связанные с жизнью Будды, которые Будда рекомендовал посетить. И вот это место, где Будда считается дал максимально большое количество учений. Вот есть Раджгир и Шаравасти. Вот Шаравасти тоже там посещают и по отзывам ребят, конечно, очень впечатлило их это место. И там эти руины остались этого монастыря Надхапиндики и огромное количество суртр. Начинается, что дело разворачивалось в роще Джеты в монастыре Надхапиндики. Так что мысленно туда сейчас перенеслись. И собственно вот цитата, но расскажу преддверие вот этой цитаты, что там происходило. Дело было вот, как там монахи переживали по поводу того, что ну вот смотрите, община Будды, им Анатхапиндика, он такой богатый был зажиточный домовладелец, мирянин, он там договорился с царем, это отдельная история, в общем, он все отдал, все свое богатство, все для того, чтобы выкупить у царя рощу Джеты и там построить, организовать общину для Будды. Построить монастырь, там зал с остроконечной крышей, хижины, помещения какие-то, то есть он вот этим занялся и вот такое вот пожертвование очень большое сделал. И там, значит, они начали жить, Будда, община, довольно большая община, но вокруг ведь были еще другие приверженцы других учений, там были брахманы разные, были там не гандхи, там разные тоже товарищи, которые занимались саморазвитием. И они жили тогда, да и в принципе сейчас эта культура на Востоке сохранилась, но конечно не так, как тогда это было на подаяние других людей, то есть люди из селений кормили таких вот практиков и практики занимались только практикой. вот и получается, что когда Будда стал разъяснять Дхарму, а люди, многие люди ушли от вот тех приверженцев других учений и уже ходили к Будде. Они перестали ходить к многим брахманам, своим каким-то прежним учителям, стали ходить к Будде. Соответственно, ткани, лампады, еду, лекарства они стали уже приносить в общину к Будде. А те остались без вот этих всех подаяний. И они негодовали по этому поводу, поэтому бывало такое, что они и палками могли побить монахов, встретить с ними где-то в лесу. «Ах, вы из той общины Будды, идите сюда, мы вам сейчас тут всыпем». И ругались на них, сквернословили, всячески их обижали, унижали и оскорбляли. И однажды эти монахи не выдержали, собрались, пошли к Будде и сказали «Будда, что делать? Такая ситуация происходит, как нам к этому относиться?» И Будда сказал, произнес вот эту гадху «Подверженные счастью и боли в деревне или в лесу вам не следует считать, что они возникают из-за вас или кого-либо другого. Их причинами являются контакт и привязанность. Как может контакт повредить тому, у кого нет привязанностей?» Вот очень глубокая тема. Я когда прочитала эту сутру, я только почувствовать смогла вот эту бездонную глубину мудрости, которая за этими словами скрывается, но, конечно, это все осознается с годами, не сразу там прям явно ты понимаешь, о чем такой великий учитель сказал. То есть через практику, через жизненный опыт, через исследование тех же сутр и учения Будды постепенно вот такие вещи, они раскрываются. Поэтому сутры это такая тема, которая никогда не будет один раз прочитана и отложена на полочку. Вот по мере развития та же самая коротенькая сутра какая-нибудь, да, или там собрание сутр, они будут тоже расти для вас, раскрываться больше и больше. Вот такой кладезь дхармы практически бесконечный. Вот и вот здесь я бы попросила обратить вас внимание на их причинами является контакт и привязанность. То есть здесь Будда говорит, что вот эти люди, которые встречаются, это не они являются причиной ваших страданий. Люди, которые там бьют палками, сквернословят, обижают вот в этой ситуации пока. И тут Будда говорит о том, что не они виноваты. Да, они естественно за свои поступки будут кармическую ответственность нести. Это другой разговор. Но вот тот, кого обижают, то есть как этот человек должен реагировать, вот здесь очень важный момент. Здесь вот наши как раз привязанности и обиды, вот эта тема сейчас актуальна. Или ревность, или измены, или прочее-прочее, да, вот какие-то деструктивные эмоции, когда к нам, по отношению к нам кто-то что-то сделал или сказал явно безнравственная, несправедливая, вообще там ужасная и так далее. И у нас происходит борьба такая внутренняя, потому что даже если мы практики, если мы пытаемся с точки зрения кармы интерпретировать определенные процессы, это все равно борьба, потому что я никуда не делась еще, эта личность у нас живет, самость, это самомнение я, которая не хочет, чтобы ее обижали и попробует пусть только кто-то ее обидеть. Она сразу поднимается на дыбы и начинает выстраивать защиту. Но сейчас тоже не об этом у нас тема, не об этом сейчас речь, а речь о том, что как быть вообще, потому что если получается мы на уровне мысли допускаем, позволяем себе определенные поступки негативные, то мы потом за эти негативные поступки будем нести ответственность, то есть мы будем переживать сформированную реальность на эти поступки мыслей, либо в этой жизни, либо в какой-нибудь будущей жизни, то есть что мы будем страдать. И казалось бы, как так, мы ничего плохого не делали обидчику, обидчик нас обидел, и мы даже себе не можем позволить негативно подумать в сторону этого обидчика, потому что за это потом еще и отгребать будем в будущем. Поэтому борьба, потому что это очень тяжело остаться доброжелательным на уровне тела, речи, ума, когда в тебя летит камень. Как остаться доброжелательным? В этом огромная сила, заключается сила духа, огромная мудрость заключается, нравственность, и вот эта доброжелательность, о которой я говорю, это мета, мета, о которой говорил Будда, и он очень рекомендовал взрастить себя в этой практике. И он упоминал о том, что именно мета, именно ваша максимально правильное отношение к негативной ситуации послужит самой лучшей защитой даже от стрел, которые будут у вас выпущены. В том числе и от материальных, то есть не только какие-то, это не метафора, то есть даже от оружия это лучшая защита. и получается, что если теперь уже рассматривать с точки зрения кармы, вот случилась эта ситуация, мы на всех трёх уровнях, у нас мета, высокий уровень духа, я просто об этом говорю и понимаю, насколько это высокий уровень и практически недосягаемый, но стремиться оттуда надо. и вот дальше мы понимаем, что если эта ситуация произошла, значит в прошлом я когда-то поступила на уровне тела речи или ума каким-то таким образом, что сейчас сформировалась вот эта реальность, где появился какой-то человек с каким-то камнем, который в меня полетел. И когда мы это осознаем, то мы понимаем, что какой смысл с этим человеком выяснять какие-то отношения. Потому что если мы будем выяснять отношения с этим человеком, то мы опять вляпаемся в кармическую ситуацию, причинность, которая послужит новой реальностью, не самой позитивной, которую нам придется потом переживать. Крючок очередной вонзаем в самих себя, который потом со временем все равно придется выдергивать. И это уже больно. И об этом крючке мы поговорим на примере моей любимой Джатаки чуть-чуть позже. Так что мы оставляем в покое вообще этих людей, которые якобы нам страдания причинили. Не якобы, а причинили. Идем вглубь и пытаемся там найти основание, причину, какие шаги были совершены мной, скорее всего, не в этой жизни, а в прошлых, которые привели вот к этому всему букету дурно пахнущему. И вы знаете, у вас получится это сделать, если вы зададитесь этой целью, если вы проявите силу духа, мудрость, оставите в покое этих людей или там ситуацию, или одного человека, и решите уверенно, что вы внутрь себя пойдете и там найдете причину своего страдания, вы думаете, у вас не получится найти? Конечно, получится. так что когда вот такая благая, это получается очень благая мотивация, она не эгоистичная, она правильная, это правильное воззрение. И дальше вы, даже если вы там не вспоминаете какую-то конкретную картину жизни, где вам так-то вас зовут, там такая-то страна или такая-то планета, и вы там то-то то-то сделали, но вы очень явно во время практики осознали то, что это именно вы причиной являетесь своих страданий вот в настоящем моменте, что вы поступили вот так-то и так-то и заставили почувствовать кого-то вот так-то и так-то, и теперь это вам просто Вселенная отзеркалила, она вам просто вернула через какие-то события или через каких-то людей, вот, и это тоже большой прорыв, это тоже вас спасет от страданий, как следствие спасет от накопления новой кармы, то есть опасность-то в чем? Можно, конечно, там пострадать, сильнее будем, но опасность заключается в том, что завяжутся же новые узелки кармы, и их потом придется в будущем опять развязывать, при этом не самые приятные моменты переживая, теряя просто время. Вот, поэтому это высказывание, оно доказывает то, что как бы показывает то, что как бы человек или как бы ситуация вокруг не проявлялась, нам важно искать причины внутри. И когда эти причины внутри будут найдены, мы осознаем на собственном опыте, на собственном личной практике, что когда мы не отслеживаем какой-то контакт, говорим что-то, или физический поступок какой-то совершаем, или умственный какой-то поступок совершаем, мысли какие-то допускаем, их обдумываем, погружаемся в эти мысли. И мы это делаем из каких-то чувств, из эмоций. То есть такое, знаете, такое очень личностное, эгоцентричное восприятие, восприятие ума, да, вот самости, самомнение я, о котором Будда говорил. И вот такие контакты, они приводят потом к последствиям, к привязанностям. То есть мы испытываем отвращение от чего-то, что нам неприятно, или мы испытываем, наоборот, страстное желание иметь то, от чего мы получаем какие-то приятные ощущения. И вот эти моменты, они будут снова и снова погружать вас в состояние неведения, когда вы хотите понять вообще вы кто и что такое это я, но неведение это как та пелена, которая не будет давать вам увидеть то, что на самом деле происходит. Или вы, допустим, захотите разобраться в ситуации, почему мне там от кого-то прилетает, или почему у меня в жизни одни и те же грабли, которые заставляют меня сильно страдать. Я уже там и кучу тренингов прошла, я уже там и какие-то мастер-классы хорошие по личностному росту прошла или прошёл и так далее, и так далее, но опять грабли, снова грабли, снова одни и те же грабли. Почему? Потому что вот эта прослойка неведения, она как раз не даёт увидеть явные причины. И это неведение благополучно убирается. Убирается ежедневным таким трудом, саморазвитием, когда мы, практикуя, стараемся отойти от этой личности в сторону вот от всего того, что наш умный ум выучил в этой жизни, в чём он там стал каким-то специалистом, все вот эти вот учёности степени диплома, мы вот от этого всего отходим во время медитации, ну или просто в обычной жизни, моем посуду, мы просто моем посуду, не я там доктор философских наук или такое-то, такое-то, вот сейчас мою посуду, я не хочу это делать, а что я буду делать на ужин? Не вот с таким подходом, а мы просто моем посуду и думаем только об этом моменте. То есть вот эту тренировку, когда выполняем, ясность постепенно будет пробуждаться во внутреннем мире, и нам все более и более понятными будут становиться те или иные факторы, которые мы будем вокруг себя наблюдать. А никакие факторы вокруг нас просто так не происходят без нашего участия. То есть мы определенным образом спровоцировали в прошлом своими поступками всю ту реальность, которую наблюдаем вокруг. Вы сейчас скажете «Настя, ты как-то что-то что-то несешь?» Но в этой жизни я выбрала путь благородный, о котором говорил Будда, в который он пробудился, который он как наследие оставил. И я доверяю тому, что говорил Будда и тому, чему он учил. Потому что уже неоднократно на своем личном опыте убедилась в том, что часть его учений правдива. Во всем учении пока не утвердилась, не разобралась, но для меня достаточно тех моментов, которые прожиты, пережиты на личном опыте. И мною доказано лично для меня, что да, это действительно так, действительно то, о чем он говорил, вся эта тема с контактами, привязанностями, страданиями, чувствами, это правда. Так что тема привязанностей это важно и нужно предупреждать эти ситуации, чтобы потом не было такого, что мы стоим, в нас летит камень и мы не понимаем, как реагировать и вообще, что происходит и страдаем при этом. Вот чтобы таких вот ситуаций не было, их нужно заблаговременно предупреждать и поступать благородно на уровне тела, речи и ума. те поступки, которые мы совершаем сейчас, они будут обуславливать нашу судьбу, наше будущее. Ни звезды, ни планеты, ни боги. Мы сами рисуем то, что будем потом наблюдать в своем будущем или в будущих воплощениях и в этой жизни тоже. А то, что мы имеем сейчас, это последствия наших поступков, которые мы совершали на уровне тела, речи и ума в прошлом. И вот скажите мне, пожалуйста, неужели вам кажется это нелогичным? Вот это настолько ясно, логично и действительно так и есть. Даже не поспоришь, но по крайней мере у меня во внутреннем мире ни малейшего сомнения в этом просто нет. И когда нет в таком подходе никаких сомнений, как можно обвинять кого-то? Это просто смешно. Но обвинения будут. Но кто? Кто будет обвинять? Вот тот кто-то, кто там у нас сидит в голове или где-то в сознании и не спросясь принимает за нас какие-то решения, кого-то обвиняет, на кого-то хочет сильно разозлиться, кому-то даже хочет отомстить или там пророчит что-нибудь такое плохое за то, что мне плохое сделали. Кто это? Тот, который так вот нога на ногу богует, сидит и хозяйничает нашей жизнью. И во время медитации как раз происходит вот это вот отслоение от ума. И когда оно происходит, вы понимаете, а вот оно что. Потому что стоит только отойти от этого ума своего, от этой личности, от всего, что эта личность знает, от всех мыслей ее, от всех телесных каких-то ощущений, от всего, от всего, что мы знаем. Вот представьте только себе. Все, все, что мы знаем, помним, отошли. и то состояние, оно вам покажет и явно расскажет, как вам на самом деле живется. А живется вам на самом деле очень счастливо. Нет, счастье равного спокойствию. Это состояние Будды. И вот тот, кто отошел, можно сказать, и есть Будда. то есть тот, кто у кого нет я. В этом состоянии, в этом таком прозрачном нейтральном состоянии, у которого нет имени, нет формы, нет никакого названия. Условно я там во время практики называю наблюдатель, но на самом деле, когда вы действительно отойдете от ума и потом постараетесь пересказать, вы тоже будете употреблять слово наблюдатель, но вы будете понимать, что это слово вообще не описывает вот это состояние. И вот казалось бы, да, у нас какая-то жизненная ситуация, у нас проблемы или там ну что-то там происходит, и мы нашли час для практики, вот окруженные все вот этой вот всем этим винегретом всяких ситуаций различных жизненных, уединились на этом островочке вот этого временного промежуточка, час, сели и все равно мы ощущаем себя окруженными вот этой реальностью, мы в уме, мы там продолжаем обдумывать, мысли лезут и лезут в голову, там тут зачесалась, тут нога занемела, тут скучно стало, тут одно, тут другое. И постоянно мы что делаем? Это не я, это все не мое, это не я, это не мое я, я не таков. Все мысли таким образом разгоняем, все ощущения в теле тоже таким образом осознаем. И поверьте, это, кстати, помогает убрать даже физическую боль из тела, потому что где внимание, там и энергия. Но тоже это сейчас не об этом речь, и не всегда, конечно, это срабатывает. Но порой люди с удивлением пишут, что как так у меня внезапно исчезла боль в колене или там боль между лопаток. Поэтому вот в этом ключе это, конечно, тоже работает. И человек сидит, он все еще он или она вот эта Личность старается медитировать. И наступает когда-то такой момент, когда ты как будто раз и от всего этого увидел это все со стороны. Все мысли там, телесные какие-то ощущения, форма тела, все это просто раз и со стороны. И в этот момент ты чувствуешь не только ты продолжаешь, конечно, все чувствовать, что это как бы часть вот этого всеобщего целого, но ты еще параллельно чувствуешь вообще все. И вот эта вся совокупность она приводит к нулю. Она стирает просто все возможные вот эти вот плюсы-минусы, взлеты-падения. Это просто такой ноль. это та вот золотая середина, о которой, как мне кажется, Будда говорил. И вот в этот момент такое удивительное событие происходит, потому что когда ты вот в этой ситуации находишься, тебе думать-то нечем. Ум, он же к Личности, у Личности там живет, с Личностью связан. А тут это просто ноль, ноль я не знаю, как это еще называть. Но когда ты уже возвращаешься после практики, то ты анализируешь и понимаешь, что вроде бы это ты и был, но не было никаких страданий. Никаких страданий не было. И какая бы ситуация, какая бы вот с той позиции ты как бы мысленно возвращаешься, вспоминаешь, снова входишь в это состояние примерно, смотришь из того состояния уже на какую-то свою ситуацию, которая не давала тебе покоя, и ты не мог ее разрешить и унять чувства не мог у этой ситуации и так далее. Вот в этом случае получается все сгладить, убрать все чувства, все страдательные чувства. Почему? Потому что нет причин для страданий. Вот в этой ситуации нет никаких причин для страданий. Ну, естественно, это уже определенная тоже работа ума, но это другая уже работа, это гораздо более высокий, тонкий уровень. Вот. Так что медитация, она позволяет от грубых, от грубого восприятия, где ничего не понятно. Вот есть ситуация, летит у меня камень, я ничего не понимаю, за что, почему, и мне хочется увернуться или дать там сдачу. Вот от этого грубого мы постепенно поднимаемся к тонкому, к более тонкому, к более высокому. И вот здесь, здесь страдания серьезные, а там страдания их и либо нет, либо они гораздо-гораздо приглушеннее. И почему эти страдания происходят, неважно здесь или здесь, потому что это тот факт, который обязательно случился, именно потому что в прошлом вы его сформировали на уровне тела, речи или ума. Вот этим своим поступком это был ваш выбор подумать что-то и начать это обдумывать, погрузиться в мысли, либо сказать что-то, либо сделать что-то. Это всегда только наш выбор. и мы его когда-то сделали. И все запустили в пространстве какую-то материальность. Она со временем материализовалась и прилетела к нам в таких формах и условиях в которых прилетела. Вот. Так что факт возврата вот этих последствий он неоспорим. То есть все равно мы будем переживать на себе все, что когда-то кому-то причинили. Но мы либо будем переживать это на вот этом уровне, где очень высокий градус страдания и плотная такая оболочка неведения, либо на этом уровне, где у нас тонкая оболочка неведения и страдания очень сильно притупленные. Встретил буквально сейчас тоже сутру, где Будда говорит о том, что неужели вы думаете, что делая жертвы огню, воде, какие-то ритуалы совершая, вы надеетесь, что ваша карма обнулится или как-то изменится кармическая ситуация. Это же очень наивно. И это иллюзия. Это не поможет. Самое большое достижение это уничтожение я, вот этого неведения ума, когда мы по ошибке, по неведению отождествляемся с неким я, с некой персоной, которая там у нас в сознании сидит и богует, командует, решения принимает, не спросясь у нас. вот в чём вот эта тема, вот в чём суть вот этой проблематики о том, кто там у меня в голове сидит и непонятно, куда меня ведёт и ещё и так это нагло себя со мной ведёт. Вот. Вот этот я, который мы ошибочно принимаем за свою суть. И медитация, и благородный путь, они постепенно вернут вот к этому истинному я, к тому, у кого нет никакого я, нет никакой никакого отождествления с формой какой-либо или именем каким-либо, или явлением каким-либо. Пока будет вот это вот фрагментарное восприятие себя, будут страдания, будет пелена неведения на глазах, будут эти камни в лицо лететь, ну, метафорично выражаясь, будет снова и снова там завязываться узелки кармы. То есть и вот эта борьба, о которой я говорила, когда практик понимает, что нужно реагировать благородно на уровне тела, речи и ума, но тяжело это сделать, очень тяжело сделать в моменте, когда уже разворачивается, да, какая-то ситуация такая и опасная для жизни может быть, и для психики опасная может быть, и для эго тоже такая очень опасная может быть, которая ударит по эго сильно, ну и так далее. И вот чем больше во время практики мы будем прикладывать усилия, вот это вот, подниматься вот от этого грубого к более тонкому восприятию реальности, тем меньше будет этой борьбы в моменте, когда будет проявляться снова очередная карма, которую мы сами сформировали в прошлом. Вот об этом хотела вам сегодня рассказать, с вами поделиться. Тема привязанности, она и для меня очень актуальна, и сама я по этой теме страдаю периодически, конечно, и в моем окружении я ни одного человека не знаю, кто бы не страдал от привязанности, поэтому очень актуальная тема, и, наверное, возможно, я ее еще и еще буду новыми примерами добавлять, рассказывать. И сейчас уже напоследок перейду к самой Джатаке, которую я недавно у себя на канале прочитала в прямом эфире в Телеграм Джатака о царевича Маха Падми. Она моя любимая Джатака. Я не знаю, почему она мне любимая, потому что все Джатаки важные, они все прекрасные, они все невероятно мудрые. Некоторые Джатаки один в один как наши сказки, те сказки, которые из уста в уста передавались, не которые Ганс Христиан Андерсон например написал, а который вообще неизвестен автор, то есть народные такие сказания. И некоторые Джатаки один в один повторяют. Я сейчас просто по памяти не вспомню, потому что я читала Джатаки довольно давно, у меня сейчас крайние года, это в основном сутры, медитация, то есть я больше в этой теме, но недавно какой-то был порыв снова открыть Джатаки, и на удивление Джатаки, которые перечитывались десятки раз, они совершенно по-другому раскрылись. Джатаки они воспринимаются гораздо проще, чем сутры. Если вам пока сутрами немножечко сложно, там много что непонятно, или какие-то термины вам непонятны и вообще как-то пугают вас, возможно, то вот Джатаки это как раз для вас, потому что Джатаки даже детям можно читать, как сказки, в них невероятная тоже мудрость заключена. В общем, сами посмотрите, исследуйте, почитайте, что такое Джатаки. Джатаки это тоже часть палийского канона, который я самостоятельно стараюсь исследовать. Так вот, царевича Махападме, падма санскрита переводится лотос, Маха великий, великий, лотосоподобный, родился очень красивый царевич, действительно похожий на божество, и его так и назвали, поэтому Махападма, царевич Махападма, он был любимец в семье, и у подданных он тоже любимец был, и его подданные ждали, когда он станет царем. У него был обыкновенный, тоже такой благородный, наверное, царь, отец, у него умерла супруга, вот мама Махападмы, и он взял себе в жены другую жену, возможно у него и несколько было жен вместе с мамой вот этого Махападмы, но вот эта жена новая, она стала у него любимой, ну по крайней мере там в джатаке это описывается, ну раз она стала любимой, значит у него были еще другие жены, вот, простите за стуки, надеюсь меня хорошо слышно, и он ее видимо баловал и видимо это тоже помогло испортить ее характер, потому что даже Будда вот он говорил, что похвала, ну вот это вот всяческое такое замасливание, они портят человека, пробуждают такие недобродетельные качества характером, похвала, известность и третий какой-то момент, похвала, известность, приобретение что ли, ну сейчас точно уже не вспомню, но в общем похвала она неблагоприятно сказывается на характере человека, на его качествах личности, ну в общем вот эта любимая жена, она там устроила небольшой переполох, когда этот царь решил уехать там по своим делам куда-то царским, урегулировать какие-то междоусобные по-моему там ситуации, он ей сказал, ты оставайся пожалуйста моя дорогая любимая жена здесь и жди меня, она говорит нет, не хочу, я с тобой хочу поехать, он говорит нет, тебе нельзя, но я попросил своего любимого сына, царевича Махападму, чтобы он тебе составил компанию, так что тебе скучно потом я вернусь и мы с тобой снова счастливо заживем. Она согласилась и как-то царевич Махападма к ней зашел, потому что он обещал отцу, что он будет иногда навещать вот эту свою маму. Зашел к ней и она удивилась насколько он хорош собой, ну видимо она не особо-то на него внимание обращала, наверное больше собой была увлечена своими этими отношениями с мужем, жила скорее всего в отдельном доме и когда она его увидела она удивилась, что он так хорош собой и он обратился к ней мама она его попросила не называть ее мамой а лучше зайти к ней на ложе и провести приятное время. царевич в шоке оказался от такого предложения он не ожидал и говорит как же так ведь это так противно восходить на ложе с чужой женой к тому же ты мне как мама и он ее устыдил и ушел она испугалась она ему вслед сказала что неужели ты мне отказываешь в общем я сделаю так что царь приедет и тебе голову снимет с плеч ну а что с такой разговаривать конечно он оставил ее ушел приезжает царь она на себе порвала одежду вся такая за не могла и когда к ней пришел царь он спросил что с тобой она говорит ну что ты спрашиваешь ты же не знаешь какова моя участь замужней женщины выпала тут мне на долю и он царь кшатри воин покажи мне того кто тебя обидел я сейчас же мигом с ним разберусь она говорит ну ты кого назначил смотрящим за мной он говорит махападму царевича она говорит вот он возомнил о себе что он царь он сказал что отец уехал теперь я царь и мне такой вред причинил но тот обезумел царь он же привязан к своей супруге вот наша привязанность тут как может как жизнь портит и себе и людям понес сразу отдал приказ связать этого царевича привести к царю подвести к обрыву и в общем его скинут на глазах у всей всего вот этого населения вниз головой с обрыва высота которого большое количество пальм то есть там ну стопроцентная как сказать смерть вот и этот царевич попытался он вначале к подданным объяснил что вы говорит пожалуйста не обвиняйте меня я не виноват это единственное что он успел сказать потом когда он увидел царя он ему сказал папа я не виноват пожалуйста прежде чем принимать решение в общем не принимай решение на эмоциях какой-то женщины женских вот этих эмоций не какой-то женщина как на базе женских эмоций пожалуйста не принимай решение сперва разберись в ситуации хотя бы но тот же кшатрий у него кровь вскипела и он еще больше разозлился на своего сына и прям такой приказ отдает вниз головой даже слушать ничего не хочу и еще стал ругаться потому что люди пытались защитить этого царевича все были на его стороне там женщины все плакали кричали от горя потому что не понимали что сейчас такая ситуация случится что ну просто жесть и так неожиданно как гром среди ясного неба и несправедливо незаслуженно по отношению к благодетельному к благородному царевичу и они видят что у царя просто крыша поехала из-за его вот этой привязанности любви к своей ненаглядной что он ей на слово верит и даже не пытается разобраться и царь вот он продолжает на этой своей волне он говорит да вы не понимаете тут женщину обидели а вы какую-то адхарму пытаетесь отстоять и все кидают этого сына вниз головой его подхватывает дух гор как пространство пространство это же тоже живой эфир живой элемент стихия природы земля вода огонь воздух мы знаем это живые божественные энергии если надо они вступятся и вот здесь дух гор он подхватил этого царевича и аккуратно опустил на капюшон царя нагов там видимо внизу утеса было море или океан я не знаю какие-то водные какие-то просторы потому что царь нагов он обитает ну как морской такой житель даже наши русские сказки если посмотрите там тоже у нас часто такие фрагменты где главный герой попадает в подземное в подводное царство и там тоже какие-то жители есть царство есть подводное то есть это тоже определенный мир который ну такой параллельный иногда пересекающийся с нашим с нашим миром вот и вот в учении Будды описывается что в этом подводном мире есть царь нагов это такие змееподобные драконоподобные существа тоже не новость мы из народных этих всех былин из сказаний это прекрасно тоже помним и знаем и вот здесь тоже самое описывается и собственно этот царевич начинает жить в подводном царстве он там живет год и этот царь нагов он поделился с царевичем своими слугами и всякими благами вот этого подводного царства микрофон проверяю вот а царевич через год пришел к этому нагу и сказал ты знаешь верни меня пожалуйста на землю то есть он видимо сидел думал размышлял что дальше делать и увидел что ему нужно в Гималайи как интересно потому что эта история вот этого царевича Махападмы это очень давняя история это история одна из прошлых жизней Будды Шакимуни которую он рассказывал своим ученикам вот и тогда то есть еще тогда традиция была такая же как и сейчас в принципе уединяться в вершинах снежных Гималаев вот есть даже объяснение почему практики отшельники они для того чтобы познать себя и в прошлом и сейчас тоже кто-то кто-то отважный смелый уединяется именно вот в горах Гималаев в этих заснеженных местах очень таких суровым климатом вот и там познают себя почему потому что в горах концентрация умов людей гораздо меньше из-за того что мы находимся в обществе вот в определенной такой плоскости представьте что мысли допустите что они материальны вот эти все вибрации людей все их эмоции такие как не знаю такие шары которые распространяются от умов многих людей и эти шары они вот так пересекаются друг с другом все эти колебания все эти волны они пересекаются и такое получается месиво вот этих всех не наших мыслей вибраций и когда вот в наши тоже как бы структуры ума вот чьи-то умы тоже вот так вот касаются пересекаются или где-то рядом проходят мы по ошибке их считаем как будто это наши мысли считываем так или эмоции и начинаем погружаться и не с того не с сего иногда бывает так что можем разозлиться на кого-то что-то кому-то грубое сказать или что-то сделать такое из ряда вон то есть то что обычно мы не делаем потом мы сидим и думаем так ну я бы никогда в нормальном состоянии своем так бы не сказал так бы не поступил и не подумал на меня какое-то наваждение нашло ну вот это как бы один из примеров доказывающий что мы находимся ну вот в этом вот довольно концентрированном поле огромного количества мыслей разных людей и не только людей и для того чтобы познать себя на некоторое время нужно найти себе такое место где вот этой концентрации нет либо она гораздо меньше не такая плотная и тогда быстрее получится познать себя разобраться со своим умом со своим внутренним миром очистить ум вот и царевич Махападма он не зря попросил его Дованага доставить его в Гималайи что Наг и сделал любезно согласился выбрал ему там более подходящее место и оставил этого царевича там и там уже этот царевич он уже естественно перестал быть царевичем он уже стал мудрым отшельником мудрецом таким духовицем вот и он уже там предавался аскезам и практикам питаясь корнями плодами деревьев растений и водой из горных ручьев водоемов и вот однажды один из подданных царства его бывшего царства в котором он жил увидел его и узнал мимо проходил его увидел и говорит ты ты ли это ты что ли царевич махападма как ты говорит уцелел это же невозможно ну и царевич ему рассказал свою историю а тот с ним пожил некоторое время посмотрел какой он отшельник какой он учитель мудрый стал побыл с ним некоторое время и вернулся в это царство сразу пришел к царю и говорит слушай сын-то твой жив да и он еще таким мудрым учителем стал он таким духовицем стал я сам проверял я возле него побыл некоторое время он величайшим мудрецом стал ну и царь быстренько собрался поехал разбил там недалеко от того места где его сын жил лагерь и пешком в одиночестве уже пошел к этому махападме и вот там у них случился очень проникновенный диалог который меня когда-то очень тронул аж до слез ну вот прям такие какие-то пласты затронул во внутреннем мире о которых я наверное возможно даже и сейчас пока еще не знаю но они прям они есть внутри и вот прям такая какая-то мощь почувствовалась я к сожалению не сохранила сейчас эту цитату вот но давайте я все-таки попробую сейчас подключусь к интернету и все-таки лучше прочитаю ее потому что пересказывать можно все равно по-своему перескажу извините сейчас немножечко подождите ну вот она довольно быстро и нашлась сынок тебя ведь на моих глазах швырнули в пропасть как ты уцелел спросил царь ведь ты же в пропасть брошен был что глубиной во много пальм в отвесный гибельный провал скажи как смог ты уцелеть меня тогда могучий наг что обитает под горой на сгибы тела подхватил вот почему я уцелел царевич я сюда пришел чтобы вернуть тебя домой я царство отдаю тебе к чему тебе лесная жизнь и вот что отвечает царевич тут прям послушайте попав однажды на крючок я с кровью выдернул его и выдернув безмерно рад теперь к покою я стремлюсь что называешь ты крючком и что ты кровью здесь зовешь и как ты выдернул его ответь мне я прошу тебя утехи были мне крючком имущество при них как кровь я выдернув отринул их так это надо понимать сильно сильно и вот здесь как раз вот эта метафора которая в начале нашего с вами разговора в начале видео я говорила крючок и вот здесь тоже вот эта метафора с крючком выдернул с кровью крючок то есть понимаете когда мы входим в контакт один и тот же телесный например неосознанно который из-за этой неосознанности он породил уже довольно сильную зависимость и привязанность часто это люди любовью называют вот от человека или от каких-то там я не знаю какого-то дела с этим человеком общего или еда это что угодно просто взаимоотношения в паре это наиболее такое сильный самый крючок семейных взаимоотношений я думаю тут все с этим согласятся и получается что ну вот тут допустим царевич говорит что вот имущество там блага там царской жизни об этом тоже тут под благами можно вообще все да там всякие отношения там я не знаю различные с подданными там с девицами может какими-то еще что-то еще что-то вот и выдернуть крючок с кровью приходится почему потому что очень больно все эти привязанности с ними разбираться поначалу вот как Будда слушайте у нас такая хорошая беседа с вами прям глубокая случилась надо почаще такие паузы удерживать есть одна сутра где Будда описывает как вот незаметно приятные такие ощущения которые мы переживаем посредством органов чувств там телом языком ухом глазом умом носом они вначале так ласкают и есть такое растение малува малува оно такое растение как лиана начинает обвивать дерево сперва так тоненькими своими вот этими росточками красивыми изящными с изящными изгибами вот и дереву приятно от такого прикосновения вот и как малува вот эти контакты они обвивают ум человека и вот это растение если вот эту метафору продолжать оно обвивает обвивает дерево пока дерево не погибнет то есть оно как паразитировать начинает и просто уничтожает дерево вот это вот мягкое такое и изящное растение в итоге дерево приводит к смерти и Будда сравнивает чувственные удовольствия с этим вот с этой малувой ну он чувственные удовольствия с чем только не сравнивает но вот вот этот пример сейчас мне кажется актуальный и подходит вот и когда мы вот эти контакты входим да так прям входим аж с разбега надеясь что нам ничего за это не будет то постепенно незаметно привязанность начинает усиливаться 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 и затем она начинает приводить к очень сильным страданиям и как раз для того чтобы выдернуть этот крючок привязанности нужно в медитации увидеть вот это вот основание да и выдернуть с корнем причину вот вот этот сорняк его извлечь из из почвы и вот и джатаки в том числе и сутры очень часто доказывают что корни сорняка они не в этой жизни они в прошлых жизнях причем в каких-то далеких возможно прошлых жизнях вот почему психотерапия и психологи бессильны здесь они ищут эти корни сорняков в детстве только но учение Будды оно показывает то что все гораздо глубже все гораздо объемнее вот и вот почему часто психологи помогают на какой-то только промежуток времени а потом все снова возвращается на круги своя страдания снова возвращаются в жизнь вот поэтому идите в медитацию живите мудро нравственно и сосредоточенно и находите эти сорняки в своем внутреннем мире извлекайте их и только это поможет извлечь вот эти крючки привязанности да с болью да с кровью но извлечь же надо и извлечь эти крючки это благо а оставить их там дальше гноиться это никогда не будет благом а вот а часто что мы делаем мы их пытаемся удержать там уже и гной там уже и кровь там уже и органы вокруг поражаются и страдаем мы постоянно от этого но мы все равно не хотим выдергивать этот крючок почему потому что привязались потому что вот эта зависимость выросла от очень частого контакта ну то есть одни и те же грабли вот этот неосознанный контакт поэтому противоядие мы помним это не я это все не мое постепенно постепенно мы как бы вы не пытаемся вынимать эти крючки из себя не нужно ждать пока прижмет потому что этот момент он наступит когда прижмет начнет нарывать и по-любому уже нужно будет извлекать там либо здоровье начнет сыпаться сыпаться там либо психика начнет страдать то есть что-то придется в жизни менять рано или поздно там от чего-то отказываться от какой-то части своей жизни отказаться которая по факту ядовитая для вас оказалась да и вы уже в этом убедились потому что там года прошли и вы понимаете что только вред от каких-то отношений или от какого-то пристрастия или еще чего-то и придется это все извлекать и здесь уже как бы придется прям сильные страдания претерпевать но ведь можно же и по-другому о чем Будда-то и говорит двигаясь срединым путем то есть мы идем добровольно в медитацию и находим эти сорняки и постепенно с каждой практикой мы их вначале расшатываем расшатываем там почву удобряем подготавливаем отодвигаем от этих корешков и потом спокойно вынимаем вот так что опять же это наш выбор либо когда кто-то придет и будет опять же мы будем это все отрезать от себя с кровью либо вот аккуратно безопасно это вынимать но так или иначе деструктивные паттерны от них нужно избавляться потому что ничего хорошего они не принесут ну вот собственно и все такая вот у нас с вами сегодня встреча состоялась я ей очень рада я очень благодарю всех кто дослушал до конца вот и пожалуйста практикуйте изучайте самостоятельно учения на опыте пытайтесь убедиться в действенности того или иного знания которое вызывает у вас внутренний отклик вы доверяете не просто слепо доверяйте а конкретно на собственном примере проверяйте что да действительно это так или не так вот то есть опираемся на определенные каноны здравомысля здравость во всем стараемся соблюдать на свои тоже занятия регулярные вас приглашаю и также пользуясь случаем приглашаю вас на короткую випассану которая состоится в ретритном центре аура в октябре уже уже скоро подавайте пожалуйста заявки это подмосковье там могут организовать трансфер то есть не переживайте за логистику надежда матюхина занимается организационными вопросами можете к ней напрямую обращаться это формат два дня тишины называется этот проект короткий ретрит короткая випассана на выходные то есть удобно можете себе позволить и находиться как раз в тишине в очень благостном месте где живут практики йоги ребятам где они регулярно каждый день тоже практикуют то есть пространство там как говорится намоленное вот и тоже поможет вам в вашем этом внутреннем поиске и также приглашаю вас на 10-ти дневную випассану которая состоится уже в ноябре там 3-го ноября начало то есть тоже не так уж много времени остается там уже 10 дней мы будем познавать себя заходить уже в такие глубокие слои и что извлекать сорняки что еще что еще делать вот поэтому приглашаю я считаю что такие мероприятия это вообще самые важные мероприятия если смотреть на мероприятия по саморазвитию я вот с самым большим уважением отношусь именно к випассанам к ретритам когда вы один на один остаетесь со своим умом и начинайте с ним знакомиться договариваться всматриваться в него вот и уже будете наблюдать удивительное новое в своей жизни то чего вы не наблюдали вообще до до ретрита я думаю что те ребята кто прошел ретрит они со мной согласны если согласны тоже оставьте пожалуйста ваш комментарий что да действительно жизнь она уже не прежняя после прохождения ретрита новые горизонты прекрасные открываются больше возможностей для понимания этой жизни для более благостного благородного проживания определенных жизненных моментов что несомненно скажется и на этой жизни в будущем и на будущих тоже воплощениях поэтому это супер важное мероприятие если есть возможность не раздумывайте приезжайте мы вас там окружим заботой знаниями и возможностями вот к этому безопасному погружению во внутренний мир так что ждем вас а пока прощаюсь с вами надеюсь скоро снова выйду к вам с очередной вдохновляющей важной темой вот сейчас пока планирую ответить на некоторые вопросы которые вот участники ежедневных практик медитации задают в чате вот раскрыть эти вопросы всем ом и до скорых встреч